здравствуйте друзья доброе утро я ожидал что как то и автомобильная тема там привлечет внимание но но чтобы так я конечно не очень то есть я сказал что вот хочу присмотреть себе какой нить автомобиль и ну потому что как светлана тоже она же пошла покупать новую машину про просто потому что посмотрела видео наташи квик говорит ой ты знаешь такая машина там все пойдем быть посмотрим ягод тоже хочу началось а я уже с ней целый день ходил тут и цена по дилер шипом я в думать что действительно а я я может тоже за это захотел в общем и если что у меня как бы способ выбора может быть другой такой более аналитический поэтому я начал с того чтобы задать какие-то параметры вот сделал сюжет и вчера там но не могу сказать что очень долго но так надо минут сорок я читал сообщение от наших зрителей сообщение было невероятно много то есть не столько много просмотров насколько много откликов то есть по количеству откликов там на не знаю на 100 просмотров по-моему это все совершенно рекордное было что-то то есть тема как-то равнодушных не не оставила в общем как говорят штамп такой в общем я сидел смотрел картинки габариты мощности моторов и вот разных моделей которые советовали и у меня в глазах потемнело потому что они надо сказать в основном на редкость симпатичные вот так чисто внешне смотришь очень симпатичные конечно нужно посидеть там все но но в общем то во вторых что сказать характеристики хорошие ну в общем все все замечательно есть несколько вещей которые как бы как блогер я не я к ним чувствителен в общем например когда я смотрю на volvo там есть пару моделей на которые можно было бы там глянуть и собственно мы мы же были на вольвовском дилешипе я на них там живьем посмотрел там понимаете что получается у них длиннющий такой нос но вот если носом назвать ту часть где двигатель находится вот это вот передняя часть уж я не знаю в силу чего там такие конструктивные особенности не только у них кстати там есть модели у которых вот эта часть очень длинная вытянутая дело в том что там камеру как не поставь а снимать будешь нос вот я сейчас с вами еду на вот на лексусе да и у меня нос не сильно длинный но вот все равно в камеру попадает но правда камера так широким таким углом берет ее можно наладить немножко чтобы она так туда приблизить но тогда будет качество другое общем сами понимаете поэтому длинный нос вот мне как блогеру мешают есть еще как бы скрытые такие вещи которые так вот когда издалека смотришь не видно но когда ты внутри сидишь вот допустим чтобы по высоте прошло знаете вот та же самая камера я на стекло не цепляю я цепляю на дэшборд тоже когда на стекло цепляю что вибрацию собирает с корпуса на камеру и это чувствуется хорошо и в звуке и может быть не в изображении если изображение если камера с какой-то стабилизацией может быть так не почувствуешь но на звук очень хорошо влияет вот некоторые еще там советовали модели такие знаете существенно подороже ну скажем я сказал что там 1050 ну 60 еще но дело в том что когда уже начинается 80 и больше дело дело не в том что допустим я там себе позволить не могу нет не вопрос но я просто не понимаю зачем то есть все таки какой-то элемент рациональности должен присутствовать и как вам сказать когда машина сильно дорогая то она требует определенного внимания так можно сказать например скажем я не паркую машину в гараже на ночь она у меня стоит на драйввэе это не то же самое что стоять на улице там да к бортику припаркованный но все равно как бы но она как бы все время открыто ветром дождем там снегопадом у нас нет снегопадов но тем не менее а кроме того у меня нет людей которые там его обслуживают вот я сел и поехал это у меня машина это рабочая лошадка она тогда рабочая лошадка поэтому сильно дорогая модель там чтобы в ней возить там я не знаю томи били эту мебелишку какую-то там еще чё там стройматериал какой это как то не знаю и вот кроме того я же езжу на ней да на работу езжу там по делам по всяким соответственно значит приходится парковать парковаться на каких то там парковках при магазинах например ресторанах вот там где у нас школа находится да и каждый раз когда ты паркуешься в таком месте вот хочешь быть маленький вот как фон хонда передо мной идет там мать мать мосипусенькая думаешь эх черт черт это вот не такой вот маленький чтобы втиснуться чтоб меня никто дверью не стукнул и так далее вот вот эта машина на которой я сейчас еду она у меня дверьми битая любая машина моя что это что предыдущая дверьми битая если к ней так подойти пристально так и походить вы найдете там с десяток ударов при том что я уже стараюсь парковаться допустим если там с одной стороны там травка какая-то вот я наравлю туда встать чтобы хотя бы хотя бы одну сторону защитить или если есть место чтобы не стоять там в толпе я отойду и буду один стоять и так далее так далее при всем при этом понимаете поэтому она как бы смысла нет то есть если бы у меня была какая-то выездная такая автокарета которая целый день стоит там не знаю в гараже с время шоферами ну я утрирую но так вот а поскольку лошадка рабочая плюс она габаритная все-таки там с юви такой маленькую машинку может быть меньше бьют я даже не знаю в общем ну как бы жалко такая дорогая вещь то те будут дверьми там кому не лень тебя шугать там на разных парковках поэтому так как то вот не хочется брать дороже чем или даже даже 50 60 на самом деле это тоже ну как бы для удовольствия что для кайфа да потому что с точки зрения практической можно было бы там и за 25 и за 30 взять совершенно шикарное какое-нибудь авто и ездить на нем и получать от жизни удовольствие тоже но просто я уже привык так к чему-то комфортно вот лексус он достаточно комфортно а до него у меня был а мерседес там мл тоже достаточно комфортный как ты уже привыкаешь я иногда беру автомобили в в аренду да там ну куда-то приехал взял машину в рент поехал и ну то есть есть возможности сравнить то есть не то что вот я там 10 лет держу на одной машине других не видел то есть я каждый год там несколько раз два три четыре раза там 5 оказывают за рулем какой-нибудь еще машины и привыкаешь значит тут есть еще один момент очень интересная вчера сидел значит смотрел что нам тут зрители советуют и пошел посмотреть что там дальше вот в следующем году что что будет и есть много публикаций там и про выставки разные пишут автосалоны и получается такая история что но буквально вот в следующем году ну это скажем в течение года а особенно в течение двух лет процент когда выпускается масса автомобилей на которые мне вообще говоря интересны в том смысле что они там более электрические или уже совсем электрические и форма у них такие завораживающие на сказать чуть ли не космические прям очень очень симпатично все но тут есть тонкость тонкость состоит в том что если что-то такое вышло то вы можете конечно на него вскочить прям вот сходу но вы вы при этом берете на себя как бы проблему того что она не не обязательно хорошо отработано мы все знаем что вещь которая уже побыла на рынке какое-то время вот там была возможность ее доработать а если она самая самая свеженькая то тогда не очень и хочешь ли ты быть вот этим вот испытателем как бы да или в общем непонятно или скажем так понятно надо определиться с выбором на какой период времени берется автомобиль если мы говорим себе ну хорошо вот скажем я беру машину там лет на пять и дальше уже какая там будет электрическая там наверное к этому времени там что-то отработается определиться уже станут понятные лидеры и так далее я сегодня вот с утра я обычно просматриваю несколько новостных каналов но вот в частности блумберг у меня один из них и в блумберге в сегодняшнем есть статья о том что ниссон лиф а чуть ли не прямо какая-то бомба вообще технологии там в электромобиле строение и у нас их много ходит кстати здесь вот на местности у них очень много но даже не знаю чего он там такое учинил этот ниссон сам со своим лифом но вот прямо вот вот пишут я себе представляю что будет там через три четыре года когда у каждого производителя автомобилей будут свои там электромарки вот и как их там будут сравнивать еще то есть можно конечно сказать себе я на ближайшие лет пять там беру себе тачку такую вот просто так для фану там можно даже в лиз взять на три года там хотя мы обычно покупаем мы как люди которые долго ездим мы обычно предпочитаем машину купить и дальше уже она выплачена и мы на ней ездим 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 вот это у меня выплачено там вот я сколько на ней еще проезжу ни копейки никому не должен да в общем можно взять блист а можно купить там на пять лет там я не знаю что с этим делать но если действительно ограничить себя вот этим сроком тогда совершенно другая игра начинается когда можно когда можно сказать ну хорошо берем там и не загадываем вперед потому что когда начинаешь загадывать вообще ну не то что руки опускаются но задача усложняется очень сильно вот потому что много неизвестных факторов добавлять и сомнений так что нам нам предстоит по глазеть нашими глазами да вот моими и светинами тоже света у нас важный тоже такой фактор в принятии решений об автомобилях потому что бывает так что скажем ей приходится тоже садиться за руль вот она теперь не любит садиться за руль вот этого моего иммигрантовоза который завтра как раз окажется в состоянии иммигрантовоза и в четверг на следующей неделе тоже окажется у меня два четверга подряд значит встречи в аэропортах так вот ей тоже иногда приходится садиться за баранку и поэтому ее мнение тоже ну как бы имеет значение вот так но тем более покупка такая как бы кроме домов вот например что есть в такую цену как автомобиль в жизни человека следующая по стоимости после дома ну мы повыбираем покатаемся и сами понимаете мы не не являемся какими-то знатоками это больше на вашей стороне я так просто слушаю но с другой стороны я думаю что именно с вашим участием мне удастся немножко больше информации так в своей голове сосредоточить об автомобилях о разных фишечках об идеях возможностях то есть я из такого чайника который просто за рулем сидит я превращусь в человек который может хотя бы сказать пару слов о той или иной машине мы походим по дилер шипам мы может быть даже вы знаете что сделаем я сделаю отдельный сюжет в котором скажу какие модели мы будем смотреть то есть я определюсь с моделями их много и неожиданно много я думал ну там три знаете а сейчас смотрю так может быть уже и десяток может быть даже и больше надо посмотреть в общем очень очень такая задача оказалась сложнее чем мне казалось поэтому я определюсь с модельками сделаю отдельный сюжет и поскольку у нас зрители есть очень продвинутые по этой части я тогда попрошу их по каждой конкретной модели вот когда мы пойдем ее смотреть на что обратить внимание потому что так смотришь ну понятно вот красиво там сел попой на сиденье сиденье удобное там лампочки мигают ну что там вот машина ну конечно ты когда едешь существенно да ты чувствуешь как она дорога дорогу держит там и так далее но все-таки вот когда люди что-то такое знают поглубже мы тогда немножко поэксплуатируем ваше знание предмета и будем немножко продвигаться в этом направлении я с удовольствием на самом деле обидно так едешь на машине и вообще как будто не твоя знаете мало чего о ней знаешь так что будем разбираться если кому-то интересно с нами в этом путешествии то давайте и я не ожидал еще пару дней назад я не думал что мы вдруг как-то понесемся в автомобильную тему но совпали две вещи первое я увидел что даже в нашем со света и исполнении при том что мы совершенно не автомобильные люди такие не не эксперты как-то у нас зрительская аудитория с интересом отнеслась поэтому я думаю если мы это будем делать то как бы зрителю интересно второй момент я бы не стал просто так ходить по дилершипам и что-то там обкатывать но мне действительно захотелось ну как минимум как минимум выйти на уровень осознанного выбора я может быть осознаю чего-то и скажу тогда я подожду но я хочу это сделать осознанно не эмоционально не потому что у меня тут туфли жмут или там мост подо мной какой-то рушится там и так далее машин хорошая наехала вот пока я с вами разговариваю сейчас в течение одной мили будет восемьдесят две восемьсот сейчас пока восемьдесят две семьсот девяносто девять вот то есть прошла немного за свои там восемь лет ну грубо десять тысяч в год мили у меня городские я там не не по горам не по снегам не по соли не почему такому не езжу то есть машина зверь можно сказать абсолютно всем меня устраивает вот кроме того что я восемь лет на ней езжу а так все остальное в ней совершенно замечательно кожаные сиденья тут все хорошо вот поэтому поскольку не не подпирает не припирает не нужно делать выбора мгновенного и сиюминутного вот а можно немножко подразобраться то я думаю что вот как бы это неплохо и вообще это интересно знаете я последние месяца три в моем сознании это связано с потерей веса то есть как то отношение к жизни изменилось помолодело сознание что ли может быть и тело помолодело но сознание точно то есть у меня явно ощущение того что я моложе чем чем я раньше себя ощущал у меня много энергии какой-то и какой-то зуд по самосовершенствованию то есть вот вес вес наладился в зеркало смотрю так подтянутый такой мужичок там ну немножко надо подкачаться но это на подходе и я думаю ну чего я еще вот как я еще буду самосовершенствоваться я себе такой список начал сочинять чтобы не забыть ничего и вот я говорю я хочу там значит займусь акцентом мне просто надо сорганизоваться немножко сложно акцентом займусь там научусь слепую на русской клавиатуре печатать что там еще у меня были мысль да ну конечно надо физически тоже надо подтянуться вот я подумал что я пойду заниматься боксом кстати нашел здесь секцию поблизости там у них часовые тренировки они друг по другу не фигачат только по грушам но там 20 минут разминочка такая хорошая с растяжками со всеми делами с мячами тяжелыми потом у них с грушей а потом еще тоже какие то такие физические там нагрузки и так далее вот реально то что мне надо то есть там и нагрузился и по грушу постучал и все это без изуверства вот девчонок там много кстати вот такая секция там много девчонок и людей постарше вот то что надо вот так что я потихонечку двигаюсь вот во всех этих направлениях сейчас и плюс приоритетным является то что на работе происходит а у нас сейчас большие большие перемены в наших производственных процессах и как то все это понеслось да плюс мне пришлось какое-то время сейчас тратить ну вот раз в неделю там я ходил на рейки а сейчас я должен еще раз в неделю там вечером пойти чтобы мне с лицом поработали там массаж туда-сюда что обвисло физиономия в общем стало сразу так много дополнительных дел и времени ни на что не хватает и у меня еще есть список книжек которые я должен прочитать и там ну вы не представляете как тут у меня поперло 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 и вдруг вот с автомобилями в ту же струю как бы попало перед этим я сказал надо разобраться с диетами с питанием вот мы меньше месяца осталось мы сейчас поедем со Светланой значит в Барселону и там будем пять дней значит учиться по вопросам питания но мы тоже мы в общем читаем слушаем там вебинары всякие и так далее то есть мы уже кое-что стали понимать но я думаю что мы тонкими знатоками не станем никогда потому что у нас нет потребности такой вот но более-менее так вот для практического применения в домашних условиях вот я думаю что мы под разберемся еще и вот у нас стала новая рубрика на канале с диетами у нас там еще есть люди на подходе интересные кстати да ну и вот и и вот с автомобилями они вдруг неожиданно свалилась вот просто потому что мы в прошлые выходные там или когда в позапрошлые стали покупать в свете автомобили вдруг вот эта тема возникла без того чтобы я что-то планировал или как-то так ну вот открылась какая-то знаете там чакра открылась была закупоренная энергия пошла принимай страна героев космоса вот так что такая история у меня даже вот есть со вчера осталось видео я его еще не повесил вот точно так же я ехал на работу утром но у меня был урок так получилось у меня сейчас тоже будет урок вот я сейчас приеду тоже будет урок я как раз рассказывал про то что дорожает там недвижимость и дефицит недвижимости по стране там с новыми домами интересная ситуация я выбежу сегодня я надеюсь ну вот урок кончится повешу и вот даже не успеваешь знаете уже вроде и наговорил видео а не успеваешь такие вот дела так что со всех сторон как-то вот так не успеваешь а я еще стал раньше спать ложиться то есть если я раньше мог там пойти и в час ночи например нормально то сейчас я стараюсь там в десять уже пойти на боковую как бы из соображений там здорового образа жизни так назовем поэтому может быть стало чуть меньше времени даже не знаю вот таким образом я вот план нарисовал на ближайшее время по автомобильной тематике и наверно вот и все хорошо так что до новых встреч